Всем привет! Недавно на канале вышло мое видео по поводу поднятия правительством труда налога Capital Gain для инвесторов. Видео вызвало большой ажиотаж. Мы получили 11 тысяч просмотров и более 100 комментариев. Отвечая на вопросы в комментариях, я заметил, что некоторые приветствовали поднятие налога со словами «Так и надо инвесторам, пусть уходят с рынка, наконец-то не будет инвесторов и цены упадут, недвижимость должна быть для жизни, а для инвестиций» и так далее. Поэтому я решил сделать видео, объясняющее, как работает строительная индустрия, и я думаю, что многим, кто оставил подобные комментарии, оно даст пищу для размышлений. Итак, поднятие налога Capital Gain ударило по частным лицам и компаниям, которые тем или иным путем получают пассивный доход от любого вида деятельности. Но основными плательщиками Capital Gain являются те, кто вкладывают деньги в недвижимость и рынок ценных бумаг. Сегодня у нас речь пойдет о недвижимости. Власти анонсировали, что таким образом они за 5 лет планируют получить в казну около 19 миллиардов дополнительных налоговых поступлений. В действительности опыт других стран показывает, что попытки таким образом собрать дополнительные деньги в бюджет полностью проваливались ранее. Так как подобная мера приводит к уходу с рынка части инвесторов. И получалось, что собирают большие налоги, но с меньшего количества людей. И поступления в бюджет остаются на прежнем уровне или даже падали. Так что большинство экономистов считает, что подобная мера не увеличивает поступление в бюджет. Лично мое мнение, что для стремительно теряющего популярность правительства Трюдо это чисто предвыборная попытка изменить к себе отношения. Ведь лозунг «заберем у богатых и отдадим бедным» во все времена отлично работал для большой части потенциальных избирателей. Они, как правило, не задумываются в нюансах и воспринимают такие действия с одобрением. Давайте все же попробуем разобраться в нюансах и посмотрим, как в действительности это влияет на рынок недвижимости. И как это повлияет в будущем на недвижимость и вообще в целом на экономику в стране. В комментариях к видео о налогах было много комментов против спекулянтов. Сразу хочу заметить, спекулянты, покупающие недвижимость и быстро ее перепродающие, или покупающие, скажем, приконстракшн контракты на начальном этапе строительства и перепродающие контракты по окончанию строительства, не имеют никакого отношения к инвесторам и к изменению налога Capital Gain. Их деятельность всегда считалась бизнес-инкомом. И помимо обычной налоговой ставки, их заработок облагался еще и налогом HST. Так что это совершенно другое. Изменение налога Capital Gain коснется тех инвесторов, которые покупают недвижимость, сдают ее в аренду как минимум на год и потом перепродают. Причем, если вы делаете это каждый год, то с большой вероятностью revenue Canada после 3-4 таких перепродаж скажет вам, что они будут считать это не Capital Gain, а бизнес-инкомом, так как вы делаете это постоянно. Соответственно, большинство профессиональных инвесторов не перепродают недвижимость через год, а держат ее в аренде по несколько лет. И тем самым являются самыми крупными поставщиками, сдающиеся в аренду недвижимости в Канаде. И уход части из них с рынка из-за повышения налога Capital Gain приведет к уменьшению количества сдаваемой в аренду недвижимости и как следствие поднятию арендных ставок. По кому это ударит в первую очередь? Да по тем, кто сегодня оставляет такие отзывы, что недвижимость должна быть для людей, и инвесторы не нужны быть на рынке. Но и это не главное. Гораздо страшнее другое. Строительная индустрия в Онтарио работает таким образом, что девелоперы, строящие многоквартирные комплексы, не могут использовать депозиты, внесенные покупателями для оплаты строительства. Эти деньги лежат на траст-аккаунтах, а девелоперы должны получать кредит на строительство. Условием получения такого кредита является продажа 75% квартир в кондимидиуме. А на момент при констракшн-продаж просто не набрать 75% покупателей, покупающих себе. Никогда нет такого количества людей, имеющих возможность нести сегодня 20% от стоимости квартиры и ждать 4-5 лет, а иногда и больше, когда построится недвижимость. Покупающие себе, как правило, приобретают квартиры на вторичном рынке, где можно купить и с 5, и с 10% депозита, но уж с 20% и подавно. Так что в при констракшн-продажах более 50% покупателей – это те, кто покупает не для себя, а с целью заработка. Из них примерно 20% – это спекулянты, планирующие перепродать контракт ближе к концу стройки, для которых ничего не изменилось с изменением налога Capital Gain. И 80% – это инвесторы, планирующие закрыть сделки, сдать квартиру в аренду и перепродать через какое-то количество лет. И именно по ним ударяет этот налог. И если часть из них уйдет с рынка, то продать 75% квартир на этапе котлована для девелоперов будет гораздо сложнее. В некоторых случаях девелопер просто не сможет этого сделать, а в некоторых продажи растянутся на долгое время. Время – это деньги, ведь девелоперы имеют кредиты, взятые на покупку земли и создание самого проекта. По ним надо платить проценты, а следовательно их придется закладывать в цену продающихся квартир. Отличный пример – это сегодняшняя ситуация в Онтарио, когда инвесторы массово ушли с рынка из-за высоких ставок кредитования. Ведь инвесторы редко используют собственные деньги. В основном это кредитные деньги, взятые под уже имеющуюся недвижимость. А брать сегодня такие кредиты просто невыгодно. Сегодня инвестор ушел с рынка Онтарио в Альберту, где ситуация прямо противоположна онтарийской. И стройки Онтарио встали наглухо. Объемы строительства упали более чем в два раза, но и те девелоперы, которые выходят в продажу, испытывают большие трудности, чтобы что-то продать. Вот что значат инвесторы для индустрии нового строительства. Не будет достаточного количества инвесторов, не будет достаточного количества строек, и как следствие мы столкнемся с сильной нехваткой недвижимости, как на продажу во вторичном рынке, так и для аренды. А подобный дисбаланс всегда толкает цены вверх. Соответственно, все станет только дороже. Но это еще не все. Строительная индустрия и все, что крутится вокруг нее, это более 30% GDP Канады. И кризис в строительстве приведет к кризису в таких сопутствующих отраслях, как производство, стройматериалов, логистика, мебельная промышленность и далее по цепочке. В этих отраслях работают миллионы людей. Соответственно, может быть нанесен ущерб всей экономике Канады. Вот как, казалось бы, увеличение капитал-гейна для некоторых кажущееся дополнительным налогом для богатых и положительно ими воспринимаемое выглядит на самом деле. В действительности, увеличение налога капитал-гейн в этот раз не было глобальным. И я не думаю, что оно приведет к массовому уходу инвесторов с рынка и непоправимым последствиям для индустрии строительства, и так находящихся сегодня в плачевном состоянии. Тем не менее, кто-то все же таки уйдет с рынка. И в этом нет ничего хорошего. С вами был Максим Багинский. До новых встреч на канале. Субтитры создавал DimaTorzok